Губернатор Тверской области посетил Торжокский район. Глава региона проинспектировал объекты строительства и капитального ремонта. В частности, Игорь Руденя побывал в Машковской школе, где ведется капитальный ремонт и на месте строительства газовых котельных, а также проверил ход реконструкции очистных сооружений. Все подробности у Натальи Чекет. В Торжке в микрорайоне завода Поштехника строят новую газовую котельную. Она предназначена для теплоснабжения 33 многоквартирных домов и социальных объектов. Котельная будет полностью автоматизирована и не потребует постоянного присутствия человека. Сейчас готовность объекта составляет более 60%. Котлы применены компанией Тророс, жиротрубные котлы. Сегодня одни из единственных на рынке, которые поставляются от начала до конца нашим российским производителям. Система полностью автоматизирована на базе завода нашей автоматикой. Еще одну газовую котельную строят на улице энергетиков. Объект возводят по поручению главы региона, данному по итогам личного приема граждан в марте этого года. Новая котельная улучшит теплоснабжение четырех многоквартирных домов по этой улице. В Торжокском районе реконструируют очистные сооружения. Сейчас идет первый этап. Подрядчик выполнил значительную часть общестроительных работ. Идет монтаж технологического оборудования. И исчезнут илые поля. Ил будет перерабатываться, сушиться и возиться уже. Можно его использовать как удобрение. Будет качество воды намного лучше сливаемое в Тверцу. Игорь Руденя поручил завершить первый этап работ в текущем году. Второй этап работ по реконструкции планируется выполнить 2024. В Торжокском районе губернатор посетил Машковскую школу, которая готова к приему детей после капремонта. Работы провели по программе модернизации учреждений среднего образования. Ремонтируем пищеблок, ремонтируем мастерскую, кабинет технологии. В этом году мы его разделили на две части. Для мальчиков помещение и для девочек, для домоводства. Ремонтируем классы, все коридоры, кабинет информатики, библиотека, маленькие помещения. Все помещения будут отремонтированы. Во время визита в школу Игорь Руденя дал несколько поручений, касающихся комфорта и безопасности учеников. Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос об обустройстве системы водоотведения. Также до начала учебного года планируют отремонтировать подъездные пути к школе. А 1 сентября в школу придут 140 детей. Наши новые рекомендации, методические стандарты по ремонту школ сегодня, видим, достаточно хорошо реализуются на высоком уровне. Это и санузлы, это классы, это проходы, это столовые, это спортзалы, это новое оборудование отечественное. Причем сегодня мы уже видели компьютерный класс, практически все отечественное оборудование. Компьютеры, мониторы, многофункциональные устройства. Мы считаем, что это достаточно хороший пример для мотивации демографии, в том числе людей, которые проживают в сельской местности. Губернатор посетил площадку, где строят детскую поликлинику в Торжке мощностью 200 посещений в смену. Учреждение возводят по нацпроекту здравоохранения. Ее планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!